Артисты из 15 стран примут участие в традиционном международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». В этом году из-за коронавируса он пройдет в онлайн-формате. Начало уже завтра. Гости исполнят популярные советские песни военных лет на родных языках. Транслировать онлайн-шоу будет агентство «Спутник» на весь мир и радио России на всю Россию. Репортаж Полины Ермолаевой. У француженки Кристель Лури. Бабушки были участницами сопротивления. Дед Тины Нотте из Латвии дошел до Берлина. Новые прочтения песенные и очень хорошие исполнители. Мальчик из Китая пел песню «Случайный вальс». Так неожиданно, очень нежно, по-восточному. Песни военных лет, переведенные на родные языки. Участники фестиваля из 15 стран должны были исполнить на главной площади Ялты, но формат изменился. «Говорит и показывает Москва». И это невероятная задача исполнителя. Дирижер, оркестр, все, кроме ведущих в студии, синхронно перешли в онлайн. Вот эти голоса, записанные на телефон, они, вы знаете, они звучат даже сильнее и более пронзительно, чем на самой лучшей технике. Вы все это увидите. Среди участников и те, кто сердцем всегда с России. Аргентинец Алехандро Шварцман, потомок белых иммигрантов. И те, кто о войне только в учебниках читал. Сэнди Сандора из Индонезии, а поет про Белоруссию. Белоруссия. На связи уважаемая жюри фестиваля с сербским приветом Эмир Кустурица, итальянец Пупа, говорит, и сам бы спел. Я бы точно спел «Синий платочек». Очень люблю эту песню. Она такая живая и романтичная. Трактовки любимых фронтовых песен всегда искренние, даже если совсем уж неожиданные. Оригинальные аранжировки. Вот так нашу «Катюшу» исполнил итальянец, в прошлом участник Евровидения Томас Грациоза. Они не старались показывать вокал, диапазон, а прежде всего они пели их со смыслом. Удивительный онлайн-концерт 8 мая в эфире телеканала «Культура». И это будет только полуфинал. Голосовать могут и зрители. Будет приз симпатий. Ну а долгая дорога к финалу все же должна привести участников осенью в Ялту. Полина Ермолаева, Валерия Попова, Мария Зинцова и Максим Щепилов. Вести. Субтитры подогнал «Симон»